Путь от рождения до самой смерти. Молодёжный крестный ход посвящён памяти Андрея Боголюбского. Более 40 человек начали свой путь в селе Кидыкша на месте рождения великого правителя. Закончили в посёлке Боголюбово. Там 850 лет назад убили князя. За два дня паломники прошли 42 километра. ПЕСНЯ Участники – люди разных возрастов из десятков регионов России. За время шествия они останавливались в сельских храмах, пели акафисты и каноны, знакомились с культурами сёл, ночевали в церквях и вместе читали молитвы перед святыми образами. «Всегда очень такие благостные. То есть крестный ход – такая подвижническая молитва и очень воодушевляющая. Не знаю, это просто что-то такое, как праздник какой-то, как нас так все встречают. То есть и во всех церквях мы можем останавливаться. То есть там и колокольные звоны, и акафисты читаем разным святым. То есть мне очень нравится». Впервые молодёжный крестный ход состоялся в 2017 году по благословению владыки Евлогия. Сейчас его организатор – молодёжный отдел Владимирской епархии. Многие принимают участие ежегодно, признаются, возвращаются, чтобы почтить память великого князя и почувствовать духовную близость с Богом и единомышленниками. «Рекомендую обязательно сходить. Это просто незабываемо будет. Такой крестный ход – это, можно сказать, уникальное шествие, 42 километра длиной. Просто никто не останется равнодушен». Завершился крестный ход совместной службой – всеночным мгдением на месте трагической смерти князя в Свято-Боголюбском женском монастыре у часовни. По преданиям, именно там три дня после убийства пролежало тело Андрея Боголюбского. Софья Сидорова и Дмитрий Манапов. Субтитры создавал DimaTorzok